Вы знаете, что такое бассейн? Я говорю дейджей, вы говорите поездок! Дейджей! Поездок! Дейджей! Поездок! Я демок баш, это блок спикту баш. Баш, 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 баш. Да я смотрю, вы отморозки. Да блин, смотри, он заделает тебя. Оп, оп. Вот, например, Time of Night, зять, это же костяк, да? Тусовка, я так понимаю, Федя Бумертуг. 2-3, это, по сути, наш тоже дом. Топовых порно-актрис американских, которые передают мне привет. Вот, например, Паша Нац спрашивает, как формировался состав The Bass? Ну, периодически бывают какие-то стишки, написываю. Душил с ней, Юси, Ваня. Развиваться, ты играешь каждую пень в субботу, у тебя есть постоянная локация. Как Рома Лоу Райдер. Ставим лайки, подписываемся на канал. Не дрочите. 1-2-1-2, это Digi Poison, the Bass Crew. Это специальное интервью для канала Speak to Bass, или для блога MoFuck. Какая разница, смотрим. Ха-ха-ха. Маслица. Привет, ребятки. Что, решил ленички пожарить? Камеру ты можешь на вниз направить? Девчонки, не хватит и мой чупик полизать. О, малышняка. Слушай, давай поговорим еще немножко о Дебейсе. Что, решил мне зарезать? Выдите, ничего плохого пока не сделал. Скажи, кто вообще придумал Дабас? Дабас, слово. Дабас, я думаю, Федя Бумер придумал это слово. А не Тух? Нет, точно. Точно Федя Бумер. Тух много влиял на Федя? Слушай, ну это была единая тусовка, я так понимаю, Федя Бумер-Тук. Конечно, лидером всегда был Дубер. Федя Бумер-Тук это три человека? Нет, это Федя Бумер и Андрей Тук. Три человека. Изначально там был Тоник. То есть Федя Бумер, Тоник и Тук. Это первый состав? Ну, типа, да. Потом Тоник, я так понимаю, ушел в хип-хоп с головой. Появились такие персонажи, как Вест, Стив из Нурнадзора. Андэх. Из той слоновской тусовки. Underground Experience. И они начали в таком вот составе. Потом начали появляться. Кто еще был в Дабейсе потом? То есть изначально в Дабейсе это Федя Бумер и Тук. А дальше он составил, как менялись? И потом как бы просто в этой тусовке начали играть такие персонажи, как Стив, Спазм, Базут Утрю. То есть Дабас это Бумер и Тук. Постепенно начали там появляться 07-й, Топпер. То есть как просто участники этих вечеринок. То есть это не было, ну не были участники Дабаса. А потом уже, когда там Изюм, Бобби Фейс, Настя. Это уже начал так вот Дабас Клюв появляться. А где сейчас Настя? Настя растит детей. Много? Трое, по-моему. Ничего себе. Слушай, а ты когда-нибудь музыку писал? Ну, когда начал заниматься рэпом, начал беточки какие-то написать в Драман Бейсе. И я как-то так не пробовал себя, но я присутствовал при написании некоторых треков. Такая тусовка, как Лаос, Финны. То есть я просто ездил выступать туда и жил у Абрахама. Соответственно он там просыпался сразу же за компьютер и создавал там на то время неплохие треки. Слушай, вот ты еще выступал как хип-хоп-исполнитель. Топ-3 лучших рэперов России, на твой взгляд? For Fun. For Fun. For Fun, типа, да. For Fun MC. Ты сам писал? Да. То есть, случайно это было как угар, потому что наша рэп-тусовка на то время были как-то похожи на какие-то там, типа, дворовых гопников. И читали вот про эту всю историю. Для меня хип-хоп это американская история, где читает про актеолог, ну, про всю эту историю, ну, какую-то тему. Домашнее говно, скукота и бань, делать мне хоть чё-то, хуй не погонять. Заебись погода, за окном зима, снега по колено, баба у окна. Валенки-калоши на ногах моих, по улице ебашу, навстречу идет псих. Письки-сиськи, соответственно, у нас такого не было. И хотелось угарнуть. Соответственно, мы как бы придумали такой проект и начали стебаться. Потом ребята из 164 Production, там у нас появилась студия у Лехи Черного, Тумая, и там был Димас Поляков-Маламут. Соответственно, там начали уже более серьезные вещи выходить, а я уже как-то был диджеем у них. Ну, иногда там подписывал, мне кто-то засовывали в какие-то трючки. Так, ну, это больше угар был. Хорошо, а сейчас можно читать что-нибудь? Читайте, да. Не, я сейчас не читаю. Вышел с нею сегодня я, она сама вползла мне в руку, в конце ужарила меня и уползла обратно в брюкель. Я читаю, могу зачитать вам. Дайте мне книгу, я зачитаю вам. Ну, из своих текстов старых, там, Валенки. Ой, текстов по бумагам. Я даже есть вырезки на Ютубе из концертов, где я читаю по бумаге. Я прям ставлю стул, вот как Вася Лакуленко, Баста. Он говорит, я... С пепитого. Вот такой вот пепитер. Да, пепитер. Я, пускай, в моей голове не задерживаться на текста вообще. То есть, из себя персонально, когда он подходил, я бы учил бы. А так я то, что написал, быстренько записал и двинул дальше. То есть, текста не учил. То есть, их не помнишь? Текста не помнишь. А сейчас что-нибудь пишешь еще? Ну, периодически бывают какие-то стишки, написываю. То есть, в угар. Что-то такое там... Проходит у нас в Питере поэтические вечера, 21,5-3. И там есть три отделения. Первое – хорошие стихи. Второе – там новички. А третье – все, кто хочет. И вот меня периодически ставят в третье отделение, и я там накидываю. Душил змею сегодня я. Ты с телефона читаешь? Телефон. Так не знаю. То есть, иногда я могу выучить, там, четыре строчки. То есть, это я могу. Хорошо, четыре строчки. Ну, это надо сейчас подготовиться прям. Ты прям меня забыл. Ну, подготовились. Душил змею когда-то или... Сейчас. Душил змею однажды я. Она сама вползла мне в руки, потом ужалила меня и уползла обратно в брюки. Это личный опыт? Это мой стих. Вот такая вот история, ребят. Не дрочите. Часто? Периодически, конечно. Слушай, вот ты ездил на Казантип. Какие у тебя воспоминания от него остались? Казантип у нас был четвертый, пятый и шестой год. То есть, когда он еще и не был таким коммерческим... 2004-й. 2004-й, 2005-й и 2006-е годы мы принимали участие. Соответственно, там приезжали разные организаторы из разных городов. И были взаимодействия. То есть, ты выступаешь на Казантипе. После Казантипа у тебя автоматически нарисовываются гастроли. То есть, это нереальнейший опыт, когда тебе там не так много лет. И, то есть, та картинка, она до сих пор в главе. А на каком там споле ты играл в 2005-м году? Ну, Мэйн и Счастье, то есть, периодически там менялись локации. Ну, вот как бы, по моей памяти Мэйн и Счастье, два танцпола. Ты прям от звонка до звонка туда ездил? Ну, нет. То есть, у нас было там три или четыре вечеринки. То есть, мы там... А где жил? Апартаменты там были. То есть, в шестом, по-моему, году мы жили с Федей. То ли монахи, то ли такие, ну, чуваки, которые в таких выраженных рясах. Кришнаиты. Буддисты, я не знаю. Ну, короче, там было очень все строго. Соответственно, туда нельзя было водить ни девочек, ничего. Короче, вот такая строгая. Ну, там... Сам, понимаешь, когда заходишь на Казантии, ты стоишь большой чан, заполненный презервателами, понимаешь? И ты такой голо плаешь, и идет голая девушка. Ты такой думаешь, блин, что делать? Одна рука в чан, другая в девушку. По сути так. Видел. Пробовал. Ну, ладно, я понял. У меня есть несколько вопросов от пользователей нашего канала. Вот, например, Паша Мац спрашивает, как формировался состав The Base? Постепенно. И кто за что отвечал? Ну, по сути, отвечал за все всегда Федя. То есть он лидер, и это его проект. И мы, как участники, просто участвовали в нем. То есть все финансы, вся эта история, это как бы все вопросы к нему. Да, все вопросы к Феде. То есть мы как... Он нас просто обучал всему. Как, где, чего, за сколько. Какой The Base был самый крутой? Ну, твоё мнение. Он для меня остается всегда крутым. То есть это семья. Какой из вечеринок самый лучший? Слушай, ну, на то время, если вспоминать, тогда были... Ну, ты представляешь, что вечеринки были каждые пять в субботу. То есть и всегда был народ. То есть танцпол. И вот когда уже Drum'n'Bass начал там на спад идти, когда танцполы опустили, для нас это было, ну, как бы, дико. Да, ты приезжаешь, и на танцполе мало народу. То есть в «Маме», если так вот вспоминать, в «Маме» были прям яркие для меня моменты, потому что я, как бы, это всё воспринимал немножечко с другой рамки. То есть вот если я даже сейчас беру пластинку, то есть мне попадает в руки пластинка, на которые треки того времени, у меня прям ностальгия. А если же этот же трек поставить человеку, который это не пережил, для него это будет обычный трек. Какой-то даже, ну, типа, стрёмный. А для меня это, как бы, они же играли в тот момент, фак, я же вообще всё. И я начинаю покрываться мурашкой. Поэтому те времена, они, конечно, яркие. Но в этом году, когда был «Дабас» в К-30, тоже мега круто. Прям, мне так показалось, что люди за ковид, ну, то есть в прошлом году не было «Дабас», в этом году, как бы, отстрелялись за два года. Было мега круто. То есть такой же, прям, посыл, месседж. Народ прям выдавал очень много энергии. И это чувствовалось, и мы взаимодействовали. То есть, вот, пожалуйста, тоже последний «Дабас» был яркий. И ещё также вопрос от него. Почему Буми перестал верить в успех этой музыки? Он не перестал верить в успех. Он всегда верит в успех музыки. Но только в данный момент и в данную секунду. То есть, например, «Драм-н-бэй» сейчас не моден, он в него не верит. Он верит в ту музыку, которая сейчас, ну, в его голове модная. Не говорю, что он играет именно в последние какие-то моменты. Он, я так понимаю, видит веяние некое, начинает в него верить и начинает выдавать публики через свои вечеринки, там, «Хотлайн». И если посмотреть на его вечеринку, прийти, вы увидите там молодёжь ту же самую, ну, не ту же самую, которая была там 20 лет назад, а именно того же возрастного контингента. То есть, те же маленькие детки, там, 18-летние, прыгающие вот именно под этот стиль, который сейчас моден. Он верит в этот стиль, который сейчас. Если посмотреть его интервью 2000-х годов, он так и говорит. То есть, я, если будет моден стиль хаос-музыки, я буду играть хаос-музыкой. То есть, он не предавал драм-бэйс, как многие думают. То есть, если драм-н-бэйс вернётся, я уверен, что он вернётся и будет вещать эту музыку. То есть, он не переставал верить в успех. Итак, слушай, а вот вообще вдохновение где-то всегда выбрал? Для своих, там, хип-хопа, для драм-бэйса, для того, что ты сейчас делаешь? Как-то прилетает. То есть, драм-н-бэйс ты черпал, у тебя просто пёрло. Такая живая прям энергия. И ты понимаешь, что ты играешь каждую пять в субботу, у тебя есть постоянная локация, стремление развиваться, показывать стиль, ну, соответственно, новая музыка, которая выходит. То есть, а в хип-хопе больше там угар был. То есть, ты понимаешь, что ты записал один трек, его подхватили, тебе респикнули, и ты такой, о, надо ещё. И как бы потом прикол, прикол, прикол. И, соответственно, это прикол из-за того, что один наш трек, когда уже мы создали 164 продакшн, взяли в кино фильм «Курьер из рая». Там, где снимался Дюжев, Куценко, Дэнни Треха. И мы подписали контракт, в Москву ездили, и когда сидели на премьере, дико угорали, потому что вот как бы со стёба именно напрягалась до какой-то серьёзной вещи. Ну, прикольно. То есть, ты считаешь, что нужно больше стебаться, чтобы получить что-то, или просто работать? Слушай, ну, иногда ты можешь работать месяц, что-то создавать, и в итоге не создашь ничего. А можно за 15 минут создать хит, реально. То есть, ты можешь приехать домой, вот как ребята приехали в 7 утра после клуба, записали трек «Белых костюмов у рояля», который взяли на радио, и потом в дальнейшем в кино. То есть, вот как ты. Конечно же, по большому счёту, надо трудиться, развиваться, и как бы серьёзно относиться к делу. Но иногда стреляет именно 15-минут на историю. Так, итак, следующий наш пользователь Барян хочет спросить у тебя. Возможно ли сейчас такой клуб, как «Ноль»? И какие у тебя самые яркие впечатления с ним связаны? «Ноль» — это, ну, 0,1, 2, 3 — это, по сути, наш тоже дом. То есть, там было каждые пять в субботу вечеринки, два этажа, то есть, в дальнейшем он начал тоже мега развиваться, ну, в плане музыки. То есть, Федя начал играть там рок, то есть, а наверху — drum and bass, то есть, и такие вот качели. То есть, вполне возможно, такая штука может опять быть, ну, я не знаю, в плане организационном. Вот у «Тайм оф Найс» же была такая история, вот с клубом, напомню. Не, не, не… Штаб. Штаб. Пожалуйста. То есть, он уже мог быть, по сути, нулем, потом единицей, двойкой, тройкой, штаб-два, штаб-три, и вот, видишь, пандемия все как бы нарушила. По сути, такое можно… А у тебя какие воспоминания о нем? Вот какое самое яркое воспоминание? Ну, яркое воспоминание, то, что мы там как бы реально жили, выпускали микстейпы, тусовались, ну, типа, а-ля «Возрождение мамы». Ну, типа… Ну, то есть, там начали расти такие персонажи, как Рома Лоу Райдер. То есть, я их помню детьми вообще просто в «Джо Мобилити». То есть, они вот прыгали на танцполе, детки, вот, и они вот выходцы из как раз-таки… Если бы не было нуля, то откуда бы вот эта молодежь черпала вот эту музыку? Понимаешь, да? То есть, если бы чего-то не было в этой цепи, быть может быть, мы не увидели бы таких вот имен. Понимаешь? Конечно. Хорошо, как ты вообще видишь дальнейшее развитие драмбы из музыки? Слушай, ну, это период, это цикличная история. То есть, вначале было диско, потом хаос, эсид хаос, переросший в хип-хоп, хип-хоп дошел до The Prodigy, Брэкбит, потом Drum'n'Bass, потом опять… То есть, а, еще техно было, сейчас опять времена студии 54, вот этот именно рэйв приходит, и мне кажется, что сейчас Drum'n'Bass опять взлетает. То есть, это циклично, то есть, он сейчас опять взлетит, то есть, конечно же, он развивается именно по звуку, но я сейчас замечаю, что джанглы и вставки, они возвращаются. То есть, была вот эта жвачка одно время, долго очень было, как раз в упадок, я считаю, что в России с 2008 года как-то очень трудно ему было. Сейчас ему полегче именно Drum'n'Bass, поэтому я думаю, что сейчас он у нас взлетит будет, я так и кажется. Так, и следующий вопрос от Александра Громова. Он тебя спрашивает, ты снимаешь очень классное видео в Инстаграм? Не думал ли ты стать блогером? Иди сюда, тюварь позорная! Да я смотрю, вы отморозки. Да смотри, он заделает тебя. Говорят, у тебя шмара в поселке завелась. Подмахивает-то, правильно? А попробуйте-ка догоните меня, ребят. Так я, в принципе, периодически называю себя блогером. То есть, в какой-то период я был порно-блогер. У меня, если отмотать мой Инстаграм пораньше, там можно увидеть топовых порно-актрис американских, которые передают мне привет. Типа, Фофан Миша, привет. Там такая Андриана Чечик, если вы порнушку иногда перематываете. То есть, это такая прям значимая персона. Я до этого ее не знал, но когда вышел мой блог, где она мне передает привет, чуваки просто говорят, я на нее дрочу. Так вот. По сути, в какой-то момент я начал даже какие-то видосы, интервью снимать на такой площадке, как хай-хэт. Пожалуйста, когда у меня начали выходить в блоги, мне начали прилетать даже предложения коммерческого момента. Типа, какие-то социальные ролики я снимал, где мне платили деньги. Поэтому блогерство, оно в моей жизни присутствует периодически. То есть, я не так, как надо это делать, ну, типа, периодичность выкладывания именно вот этих роликов. Мне кажется, что это какое-то изнасилование себя. Я вот выкладываю ролик, который мне по кайфу. Ты моя киса. Да. Ты моя Мася. Да, дорогой. Ты моя зая. Да. Ты моя сучка. Да. А ты мне изменяла? Да, да. Чего? Нет, 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 нет. Ты охуела. Пошла вон отсюда, дрянь. Нет, я не хочу. Ладно, пошла ты отсюда. То есть, я не считаю себя там блогером, который за коммерческую историю вот надо вот, надо долбать, 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 а потом вот я смотрю на этих топовых блогеров, они себя сживают там год, два, три, и они все, у них нечего черпать, они мертвые. А я как бы выдаю продукт, не по кайфу, я выдаю. То есть, не по кайфу ничего не делаю. Вот и все. Так что, вполне реально скоро Фуфан Миша блогер выдаст новую порцию сыпчика. Хорошо, что ты пожелаешь юным журналистам, то есть по достаточным поколениям, тех, кто слушают Доран Бэйс? Развиваться, развиваться и пробовать, не бояться ничего. Создавать тусовки, потому что многие пишут, вот, впиши меня сюда, впиши сюда. Это так не работает. То есть, по сути, есть костяк. Вот, например, Time of Night взять, это же костяк, да? Вот есть диджеи, они там взаимодействуют, у каждого есть своя роль. То есть, есть лица, есть люди, которые, видимо, как-то помогают в организации, в установке, там, аппаратуры, подключения. И, соответственно, когда просто человек левый пишет, чуваки, поставь себе меня, это так не работает. Вот просто создавайте свою тусовку и окружайте себя подобными людьми. Чем больше будет тусовок, тем больше будет движа, и это круто. Конкуренция, она всегда, как бы, работает только в плюс. То есть, поставишь одну заправку рядом, еще одну заправку, мойку, и все равно будут люди ездить. Ну, очень круто все. Ладно, спасибо тебе, что ты был у меня сегодня на интервью. Вот, почти в жизни и все такое. Есть. Смотрите Баш. Всем спасибо, что посмотрели этот выпуск. Был со мной диджей Poison, Ака Ака MC, 4FM MC и так далее. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok